Добрый день, уважаемые коллеги, все здесь. Добрый день, да, мы все на месте. Илья Анатольевич, ну, тогда можно начинать? Ну, два слова хочу сказать. Первое, рад вас очень видеть, хотя и всего лишь на экране. Естественно, мы предпочитали, в старое поколение будем предпочитать встречи вживую, независимо от страшных вирусов с огромными зубами. Но, тем не менее, даже встреча на экране, все равно это радостное событие. Как всегда, мы одновременно и в работе, и в учебе. Текущая тема, она, без сомнения, очень интересна. Всегда было проблемно заниматься пациентами с опухолями печени, независимо от генеза опухоли. Они все сложные, тяжелые, вы это знаете. С удовольствием послушаем сегодня, о чем говорит наука, каковы нынешние достижения в лечении опухоли печени. Прошу. Полина Сергеевна, тогда Ваш первый доклад. Вместо современной мунистерии в лечении опухоли печени. Спасибо большое. Большое спасибо, коллеги, за возможность выступить. И позвольте тогда начать. Злокачественные опухоли печени. Это, к счастью, не слишком распространенная история, но достаточно история, сопряженная с высокой частотой летальных исходов. Как во всем мире, так и в Российской Федерации. И надо сказать, что когда мы говорим о злокачественных опухолях печени, мы, конечно, в первичном злокачественном раке печени, мы, конечно, в основном подразумеваем гепатоцеллюлярную парцинолу, потому что она составляет большинство, преимущественное большинство первичных опухолей печени. И вот что касательно различных морфологических подтипов гепатоцеллюлярного рака, то здесь я бы хотела сказать, что мы не так часто имеем возможность получить прижизненный морфологический диагноз, потому что все чаще мы стали гепатоцеллюлярный рак диагностировать по данным компьютерной томографии, по данным МРТ, учитывая характерные рентгенологические признаки опухоли. И поэтому в большинстве случаев мы ставим диагноз гепатоцеллюлярной парцинолу именно так. Что касается билиарного рака, первичного билиарного рака, это приблизительно 10-17% первичных злокачественных опухолей печени, к счастью, потому что это также опухоль, которая сопряжена с крайне неблагоприятным прогнозом. Все остальные первичные злокачественные новообразования в печени встречаются значимо реже. И мы не так часто их крайне редко видим в своей рутинной клинической практике. И нужно, конечно же, не забывать, что печень – это излюбленный орган для метастазирования опухолей и других локализаций, и попытаться отдифференцировать. И, конечно же, нам нужно инициально проводить дифференциальный диагноз, в том числе с метастатическим поражением печени. Говоря о гепатоцеллюлярном раке, как наиболее часто встречающейся первичной опухоли печени, нельзя не остановиться на причинах развития гепатоцеллюлярного рака, поскольку, надо сказать, что в этих причинах развития тоже очень многое скрыто. И в настоящее время мы хорошо знаем о том, что гепатоцеллюлярная карцинома крайне редко встречается, развивается на фоне неизмененной печеночной ткани. Чаще всего присутствует длительное хроническое воспаление. И чуть позже мы еще поговорим о том, почему в плане иммунотерапии нам так важно это учитывать. И это хроническое воспаление печеночной ткани может быть вызвано различными причинами. Это и алиментарные факторы, это и вирусные факторы, и другие причины, которыми относятся воздействие аплатоксина. И что касается вирусной этиологии гепатита и в дальнейшем развития цирроза, нам это важно знать, потому что когда мы лечим уже развившуюся гепатоцеллюлярную карциному, противовирусная терапия очень сильно нам помогает снизить симптомы заболевания. И в частности во многих случаях является эффективной поддерживающей терапией для этих пациентов. Ну и, конечно же, мы помним о том, что вакцинация против вирусных гепатитов вообще в принципе в последующем позволяет снизить в том числе и развитие гепатоцеллюлярной карциномы. Когда мы стоим перед выбором лечения того или иного вида лечения гепатоцеллюлярного рака, мы в том числе основываемся на барсенонской классификации, которая принята во всем мире. И сейчас мы пользуемся пересмотром 2018 года, который подразделяет гепатоцеллюлярный рак на 5 стадий. И из этих 5 стадий первые 2 это те стадии, когда пациента лечат хирурги, либо выполняют радикальную операцию, либо выполняют трансплантацию печени. И это те стадии, которые связаны с высокой общей продолжительностью жизни пациента. Но к сожалению, ранние стадии гепатоцеллюлярной карциномы встречаются не так часто, это примерно 3 пациента. Вот промежуточная стадия BCLCB, это та стадия, когда пациенту предлагаются локальные методы деструкции, один из которых, например, трансартериальная химиомболизация. Но в том числе это такая очень неоднородная стадия, в которой может быть использована и системное противоопухолевое лечение, включая иммунотерапию в том числе. И часть пациентов может быть перенесена в стадию более активного радикального лечения. И стадия BCLCD, это та стадия, когда, как правило, пациенту уже лечить невозможно. И, как правило, невозможно его лечить именно по причине декомпенсации фонового запаливания, это декомпенсация цирроза печени. В настоящее время есть уже пересмотр 2022 года барселонской классификации, где вот как раз вот эта промежуточная стадия подразделена вот на этих три логичных, когда часть больных мы можем по определенным критериям по размеру опухоли, по уровню альфа-фетопротеина ввести к ранним стадиям и возможности трансплантации печени. Здесь будет действовать расширенные критерии трансплантации. Часть пациентов останутся вот в этой промежуточной стадии и будут подвижать локальным методам деструкции, часть идут для получения системного лечения. В том числе вот в барселонской классификации 2022 года пересмотра, она еще, скажем, официально не в ходу, официально не зарегистрирована, но мы видим, что здесь уже учтены все эти новые современные методы лечения, которые у нас есть в плане системной терапии гепатоцеллюлярного рака, и тот выигрыш в общей выживаемости, который появился у пациентов за счет внедрения этих методов терапии. Кроме того, исходно стратифицируя пациентов ту или иную группу терапии, мы, конечно, учитываем степень компенсации цирроза печени по критериям ЧАОПЮ. И вот надо сказать, что вот эта классификация, она очень, мне кажется, достаточно сложная, за счет того, что здесь есть два таких критерия, как энцефалопатия и СССР, которые достаточно плохо стратифицируются. Вот даже если мы посмотрим на оценку тяжести печеночной энцефалопатии, которая будет учитываться в классификации ЧАОПЮ, то это, в общем-то, крайне непростая классификация. Существует также сейчас значимо более простая шкала, это АЛБИСКОР. Вот ее название уже заложено, те критерии, которые мы оцениваем. Это соотношение альбумина и билирубина у пациента. Это калькулятор, который есть в интернете, вы можете его легко найти. И также спокойно, используя вот эти два показателя, рассчитать показатель, этот коэффициент. И далее он также сопряжен с продолжительностью жизни ваших пациентов и с возможностью использования того или иного вида лечения. Ну и вот переходя уже прямо к теме лекции, мне хотелось сказать, что, собственно говоря, гепатоцеллюлярная карцинома – это иммуногенная опухоль. И вот то самое хроническое воспаление, которое лежит в большинстве, в абсолютном большинстве гепатоцеллюлярных, по основе абсолютного большинства гепатоцеллюлярных карцином, оно и приводит к потенциальной возможной иммуногенности. Кроме того, гепатоцеллюлярный рак обладает иммуносупрессивным микроокружением. И, помимо всего прочего, гепатоцеллюлярная карцинома, как мы все хорошо знаем, это та опухоль, которая сопряжена с наиболее частыми, полными регрессиями, с полными, спонтанными регрессиями опухоли. И на самом деле в основе действия чекпоинт-ингибиторов, в основе действия иммуно-онкологических препаратов будет лежать активация Т-клеток, в том числе их миграция в опухоль, блокада рецепторов CTLA-4 и PDLA-1 и воздействие на микроокружение опухоли. Это та основа, которая составляет механизм действия, собственно говоря, наших ингибиторов контрольных точек иммунитета. И вот тот самый слайд, который показывает нам, что гепатоцеллюлярный рак и среди всех остальных опухолей, это та нозология, которая сопряжена с наиболее высокой частотой спонтанных регрессий, что тоже определяет и ее иммуногенность. Надо сказать, что первые исследования ингибиторов контрольных точек иммунитета при гепатоцеллюлярной карциномии были опубликованы еще в 2013 году и тогда использовалось в лечении пациентов препарат 3-миллимумаб. Препарат вводился один раз в 3 месяца. И надо сказать, что исследование было позитивным сценам, потому что медиана общей выживаемости пациентов, которые получали в тремлиллимумаб, составила 8,2 месяца, выживаемость без прогрессирования 6,5 месяца. Неплохие были крайние результаты исследований, которые позволили продолжить дальнейшее изучение препаратов в лечении гепатоцеллюлярного рака. И в настоящее время по данным исследований в первой линии терапии зарегистрированы препараты Ниволумаб, исследование, с которым в сравнении с препаратом стандартным сарафинин было позитивным в первой линии терапии гепатоцеллюлярной карциномы. И комбинация препаратов, это отезолизумаб и бевоцезумаб, которые также зарегистрированы в первой линии терапии как в Российской Федерации, так и за рубежом. У нас есть две вот эти лечебные опции, это отеза с бевоцезумабом и Ниволумаб, который тоже можно использовать в первой линии терапии гепатоцеллюлярной карциномы. Кроме того, кроме использования иммунотерапии в первой линии лечения, мы можем использовать эти препараты также во второй линии терапии. Здесь комбинация двух чекпоинт-ингибиторов от Ниволумаб и Эпиливумаб. Здесь возможность использования пембрадизумаба и возможность использования Ниволумаба. И на самом деле данные тех клинических исследований, которые привели к возможности использовать эти терапевтические опции во второй линии терапии гепатоцеллюлярной карциномы. И поскольку тема лекции все-таки шире, чем только гепатоцеллюлярный рак, позвольте сказать еще немного и по холангиокарциномы, которая, в принципе, исходно также изучалась в плане применения, в плане лечения ингибиторами контрольных точек иммунитета. Здесь использовались пембрадизумаб, в несколько было различных исследований первой и второй фазы и комбинация препаратов Ниволумаб и Эпиливумаб. Но вот в настоящее время зарегистрированные опции уже в Соединенных Штатах Америки являются комбинация препарата Дурволумаб, это антипидели-1 ингибитор с противоопухолевой химиотерапией, первой и второй линии от лечения холангиокарциномы. В российских рекомендациях у нас только пока вот две возможности, это пембрадизумаб и Ниволумаб, при этом Ниволумаб у нас не одобрен в рекомендациях Минздрава. Но вот позвольте показать вам данные исследования с препаратом Дурволумаб в лечении холангиокарциномы. И здесь мы все-таки видим, что на период первых шести месяцев различий между использованием комбинации препаратов генцитабина цистлотин и генцитабина цистлотин и Дурволумаб нет, но дальше, в дальнейшем уже различия в контрольной группе, в группе получающей Дурволумаб, они становятся все более явными. Мы видим, что на период, например, полутора лет в группе Дурволумаба живо 35% пациентов, что значимо лучше, чем в контрольной группе. И на период 24 месяцев комбинация с Дурволумабом, пациенты, которые получали комбинацию с Дурволумабом, медианная общая выживаемость в этой группе пациентов в два раза лучше, чем в группе пациентов, которые получали противоопухолевое лечение. Поэтому думаю, что скоро эта комбинация будет зарегистрирована и в Российской Федерации. Если еще покопаться в исследовании, то мы видим, что, в принципе, все подгруппы больных выигрывали от получения комбинации вне зависимости от PD-L1-экспрессии, вне зависимости от размера опухоли. И далее, вот я бы что еще хотела сказать, на чем остановиться, что когда мы планируем назначение иммунотерапии пациенту с заболеванием с возлотачественной опухолью печени, особенно первое время, вот у нас возникал такой вопрос, а не будет ли то заболевание, которое есть у пациента, потенцировать большую печеночную токсичность противоопухолевого лечения ингибиторами контрольных точек иммунитета. Вот надо сказать о том, что, в принципе, иммуно-посредованные нежелательные явления это заложены механизмом действия препаратов, и печеночная токсичность развивается, начиная с 6,5 недель и далее, достигая, скажем, своего максимума, после 8,5 недель мы можем встретиться с иммуно-посредованной печеночной токсичностью. И вот частота поражения печени при терапии различными ингибиторами контрольных точек иммунитета, она различна. Собственно, мы понимаем, что монотерапия препаратами приводит к наиболее редкому развитию печеночной токсичности, в том числе даже монотерапия анти-CTLA-4 препаратами, это не такая частая печеночная токсичность, в то время как комбинация антипидиодин и анти-CTLA-4 препаратов, это, конечно, более часто нежелательные печеночные явления, но не так часто встречаемые в тяжелой степени тяжести. И еще один слайдик, который, собственно говоря, нам это подтверждает, что комбинация препаратов – это большая частота развития печеночной токсичности в сравнении с монотерапией чекпоинт-ингибиторами. Но вот что бы еще хотела показать, что, например, в исследовании комбинации пилимумаба и неволумаба в терапии гепатоцеллюлярной парциномы нежелательные явления со стороны печени встречались не так чаще. Часто мы видим, что изолированное повышение АСТ встречалось в 20% случаев, АСТ в 16% случаев, а тяжелые нежелательные явления были до 16% случаев. При этом гепатиты развивались в 20% случаев. И вот если мы посмотрим, например, на ту же комбинацию препаратов, используемых в лечении метастатической меланомы, мы увидим, что достоверных таких различий в печеночной токсичности комбинации чекпоинт-ингибиторов, что в лечении гепатоцеллюлярной парциномы, что в лечении метастатической меланомы их нет. То есть прогноз в плане токсичности у пациентов при использовании чекпоинт-ингибиторов у пациентов с гепатоцеллюлярной парциномой не выше, чем при других на зоологиях. И еще одним таким фактором, камнем преткновения обычно является вероятность реактивации и теологического фактора вирусного гепатита. Но здесь в части большинства чекпоинт-ингибиторов эта роль не доказана. И клинически значимым в этом плане было только исследование с тембролизомомом. Ну и кроме того, нужно помнить, что нежелательные явления со стороны печени являются таким неким прогностическим маркером. То есть мы видим, что те пациенты, у которых они развивались, показатели выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости у таких пациентов были несколько выше. И в заключение мне бы хотелось сказать, что в настоящее время, конечно же, иммунотерапия играет значимую роль в лечении злокачественных опухолей печени и применение ингибиторов контрольных точек иммунитета возможно под лечением гепатоцеллюлярного рака, так и лечением холангиоцеллюлярного рака. В Российской Федерации в плане гепатоцеллюлярного рака зарегистрировано большее количество опций чекпоинт-ингибиторов. А в плане холангиоцеллюлярного рака мы только в начале этого пути, но явно это такое вот начало, которое сулит многое, скажем так, для наших пациентов. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, могу ответить на них в чате или устно. Спасибо. Ну что, тогда будем продолжать? Да, спасибо. Внимательно слушаем вас. У меня задача рассказать о некоторых практических аспектах иммунитерапии опухолей печени и в первую очередь соотнести две тактики лечения о первой линии терапии гепатоцеллюлярного рака, потому что до недавнего времени у нас была комбинация отеза и БЕВ. Это единственная опция, зарегистрированная в первой линии, где применяется иммунотерапия отеза лизумаба, ПДЛ-1 ингибитором. Но сейчас, и об этом уже говорилось много, и в том числе и сегодня, Полина Сергеевна сказала, есть и другая опция лечения, использование ПДЛ-1 ингибиторов, монотерапии, или в комбинации с СТЛ-4 ингибитором. И на самом деле это не совсем одинаковые молекулы с точки зрения биологии их эффекта, потому что когда мы только занимались клиническим изучением ПДЛ-1 ингибиторов, когда они только-только начинали изучаться, нам говорили, что ПДЛ-1 ингибиторы это уже такой устаревший вариант иммунотерапии, а вот ПДЛ-1 ингибиторы, они действуют только на ПДЛ-1 рецепторы опухолевых клеток, и это безопаснее, потому что они не активируют лимфоциты против собственных клеток организма, и поэтому это более современный класс молекул. Ну, потом, сейчас уже у нас достаточно много данных появилось, чтобы сделать вывод, что это не совсем так, и безопасность ПДЛ-1 ингибиторов и ПДЛ-1 ингибиторов, она в целом сопоставима, и по эффективности эти препараты один другим не заменяются, но они показывают себя в различных исследованиях в той или иной мере, где-то хорошо, где-то плохо. Я повторю то, о чем говорила уже Полина Сергеевна, у нас есть исследование Брейф 150, от Эзолизумаб бьется зумабом, которое продемонстрировало увеличение и общей выживаемости в сравнении с сарафинибом. 19 месяцев была медиа на продолжительности жизни на этой комбинации. Это исследование также продемонстрировало пользу в отношении времени беспрогрессирования с 4,3 до 6,9 месяцев увеличивалась выживаемость беспрогрессирования пациентов. И вот так давно в этом году на ASCA GI было опубликовано исследование Гималая, где оценивалась эффективность комбинации PD-1 и CTLA-4 ингибитор друволомаба. Вообще привлекательная опция, потому что PD-1 ингибитор в принципе безопасен, мы это знаем, друволомаб используется в России при раке легкого, а 3-миллимумаб в этом исследовании использовался только в режиме Страйд, где было однократно его введение, а не так, как с ИП-лимумабом 4 введения подряд. То есть, исходя из этого, мы можем ожидать меньшую токсичность лечения. Хотя исследование предусматривало возможности повторного введения 3-миллимумаба, 50-4 ингибитора в том случае, если опухоль начинала прогрессировать. Исследование было положительным по первичной конечной точке, по продолжительности жизни. Медиана составило 16,4 месяца на комбинации Страйд-4 и ПД-1 ингибитора. А вот что плохо, не было преимуществ выживаемости без прогрессирования, прошу прощения. И также исследовалась группа дуроволумаба в монорежиме в сравнении с сарафинибом. Это исследование показало, что эти две опции примерно сопоставимы по эффективности. То есть, дуроволумаб не хуже, но не лучше с точки зрения продолжительности жизни по сравнению с сарафинибом. Но он, в принципе, безопаснее, но, с другой стороны, этот препарат дороже. И зная о том, что такие же примерно результаты мы получали в исследовании с ниволумабом в монорежиме, а ниволумаб мы сейчас практически не используем. Я думаю, что будущее монотерапии дуроволумабом тоже весьма туманное. Под анализ комбинации по сравнению с сарафинибом как-то не выделяя какие-то подгруппы, которые больше или меньше выигрывают от терапии. Но вот единственный пациент с вирусным гепатитом С, там была стратификация в этой группе по гепатиту. И у пациента с вирусным гепатитом С как-то особо пользы от комбинации по сравнению с сарафинибом не было. Вот об этом можно было поговорить. Время без прогрессирования, к сожалению, не было лучшее на комбинации по сравнению с сарафинибом. И это, конечно, лимитирует использование этого препарата. Токсичность, в принципе, скажем так, управляемая. Да, это комбинация стилей 4 и PD-1 ингибитора. Да, нежелательные явления 3 и 4 степени в половине случаев. Надо понимать, что это нежелательные явления иммуно-посредственные достаточно могут быть агрессивными. Но в целом это то, что мы ожидали увидеть от этой комбинации. Если мы соотносим Эмбрейт 150, то есть отеза БЕФ и режим Страйт с тримилимомабом и дуроволомабом, то совершенно не очевидно, что вот эта комбинированная иммунотерапия чем-то лучше. То есть по хаза, трэша, по медиане продолжительности жизни не выглядит она более привлекательной, чем комбинация отезолизумаб-беоцизумаб. А если смотреть на время беспрогрессирования, то она даже хуже, чем на линвантинибе. И не было преимущества перед циферфенибом. И в этом случае надо понимать, а зачем нам вообще эта комбинация в первой линии терапии, если у нас есть отезолизумаб-беоцизумаб, если у нас есть линвантиниб. Чем эта комбинация-то новая превзойдет то, что мы сейчас используем в клинической практике. На самом деле этот вопрос очень сложный, потому что ответа на него очевидного нету. И во всей видимости наша клиническая практика, когда мы получим эту комбинацию в клинической практике, будет крутиться вокруг ожидаемой токсичности лечения. Если ожидаемо принципиально для пациента будет иммунотерапевтическая токсичность, то, наверное, режим комбинированной иммунотерапии будет не самым лучшим для пациента. А с другой стороны, отсутствие таргетного препарата с тирозинкеназным или с любым другим антиангиогенным механизмом действия может сделать режим комбинированной иммунотерапии методом выбора у некоторых групп пациентов. И тут можно порассуждать о пациентах с тромбозом ствола воротной вены, с варикозным расширением вен пищевода, с тромбоцитом пении, если посмотреть на клинические рекомендации Минздраута, например, лимонтинип запрещен у пациентов с тромбоцитами ниже 50. Риски кровотечения у этих пациентов повышены. Может быть, иммунотерапия у этих пациентов будет применима? Это вопрос сложный, потому что, к сожалению, критерии включения в исследование Гималайи не подразумевали включение данных пациентов. Ну и существуют другие риски на фоне антиангиогенной терапии. Риски сердечно-сосудистых осложнений любых инфарктов, инсультов, тромбозов, кровотечений. А у комбинированной иммунотерапии такие риски формально ниже. Можем поговорить, почему нельзя использовать комбинированную иммунотерапию, например, у пациентов с тромбозом воротной вены или, как следствие, этого тромбоза в рикозном расширении вен пищевод третьей степени. На самом деле, пациенты, у которых эти осложнения были, они не включались в исследование Гималая. И формально мы не знаем эффективность и токсичность, и риски лечения комбинированной иммунотерапии у этой группы пациентов. Эти пациенты также не включались. Тромбоз воротной вены формально не был критерием исключения, но следствие этого тромбоза, а именно высокий риск варикозного расширения вен пищевода, был также критерием исключения в исследовании сатеза лизумаба и биоцезумаба. Поэтому формально те и другие не подходят, но с другой стороны мы с вами прекрасно понимаем, что на биоцезумабе риски реализации этих осложнений выглядят теоретически выше, чем при использовании комбинированной иммунотерапии. Вирусные гепатиты. Коинфекции гепатита В и С были критерием исключения для всех исследований. Но вот под анализ по комбинированной иммунотерапии почему-то показал, что при вирусном гепатите С результаты на комбинированной иммунотерапии плохие. А, например, при исследовании пациентов с невирусной этиологией гепатитарного рака результаты хорошие. А в исследовании Эмбрейв сатеза лизумаба наоборот. При вирусном гепатите С результаты хорошие, а при невирусной этиологии они ничем не лучше, чем о комбинации у монотерапии с арафинибом. Является ли это фактором выбора? Для некоторых врачей это будет являться фактором выбора терапии, а другие врачи скажут, что это под анализ. Для Embrave все 150 не запланированный под анализ, и мы воспринимать эти результаты серьезно никак не можем. Те и другие будут правы. Другие риски антиангиогенной терапии, к сожалению, исследование Embrave не включало пациентов, в которых неадекватно контролируется давление. Энцефалопатия вследствие артериальной гипертензии, гипертонические кризы, кровотечение, кагалопатия, кишечная непроходимость в анамнезе, раны незажившие, язвы. Все эти пациенты не подходили для исследования, потому что у них было противопоказание для антиангиогенного препарата Биоцезумаб. И, наверное, эти пациенты могут рассматриваться для лечения комбинированной иммунотерапии, потому что риски осложнений у них выглядят меньше. К сожалению, выводы такие очень спекулятивные, потому что совершенно не факт, что осложнения, если они реализуются, они реализуются в результате этого самого Биоцезумаба. Может, они реализуются в результате прогрессирования опухолевого процесса просто-напросто. Но никого вы не убедите в том, что если мы, например, на одном из последних совещаний по этому вопросу представляли клинический случай, где пациентка, пожилая достаточно, получала отезобев. У нее развился ишемический инсульт. Но не факт совершенно, что он возник в результате того, что использовался Биоцезумаб. Совершенно не факт. Но тем не менее, поскольку он развился, никого мы никогда не сможем убедить, что Биоцезумаб не принимал в этом участие. А если бы эта пациентка получала, например, комбинированную иммунотерапию, то вот таких спекулятивных рассуждений было бы меньше. Отсюда и рождаются вот такие выводы. Я пропущу данные по токсичности исследования Гималая, потому что, в общем-то, токсичность иммунотерапии, токсичность отезобева, она, скажем, мы прекрасно ее понимаем. Для одних больше риск сервисосудистых осложнений, для других выше риск иммунотерапевтических осложнений. Как бы ни сложилась терапия у пациента первой линии терапии, получал он сарафинип или получал пациент линвантинип, или даже получал отезобев, я лично сторонник попробовать опцию комбинированной иммунотерапии во второй линии. Вот есть следный чекмейт 40, когорта 4, и вот подгруппа в этой когорте НИВа 1 мг, ЭП3 мг, 4 введения. Эта комбинированная иммунотерапия дала великолепные результаты. Частота эффектов 32%. Если этот эффект возникал, он был длительным у этой группы пациентов. На круг 42% пациентов были живы 3 года от начала терапии этой комбинации. То есть эта терапия дает великолепные результаты, но вот опыт использования этой иммунотерапии, комбинированной во второй линии, он действительно такой. Мы должны ожидать высокой токсичности, в первую очередь, со стороны печени. И эта токсичность при печени, печеночная токсичность при гепсулярном раке может быть необратимой, потому что это у пациентов скомпровентированная печень. У нас был такой опыт, к сожалению. В этом случае нам надо быть очень осторожными при назначении этим пациентам второй линии иммунотерапии, комбинированной по причине риска осложнений. Только сохранные пациенты с сохранной функцией печени могут претендовать на такую терапию. Иммунотерапия при холангеокарцинома. Полина Сергеева сказала про исследование ТАПАЗ, где добыл к химотерапии ГЕМСИЗ добавлен ДРУВЛАМАП, и результаты кого-то разочаровали, кого-то настроили на оптимизм, потому что вот это отношение рисков 0,80, это увеличение продолжительности жизни на один месяц, оно имеет такое пограничное значение с точки зрения клинической значимости. Препарат-то стоит недешево, а вот такие вот скромные результаты. Но, с другой стороны, кривые лучше расходились на поздних сроках наблюдения. Это дает определенную долю оптимизма. Но вот при таких вот результатах получать поданализы, где никакая подгруппа не выигрывает больше или меньше, это уже совсем преступление. Потому что вот исследования с НИВЛУМАПом при гирохолангиокарциномии, они все-таки показывали, что если есть ПДЛ-экспрессия, то НИВЛУМАП работает хорошо, а если нет ПДЛ-экспрессии, то НИВЛУМАП работает плохо. И факт того, что эксперименты с экспрессией ПДЛ в этом исследовании ничем не закончились, он, конечно, разочаровывает. Там использовались, у нас раньше использовались ПДЛ-экспрессии на иммунокомпетентных клетках. Отдельно ПДЛ-экспрессия на опухолевых клетках считалась. Отдельно комбинация в виде CPS. А тут еще один метод оценки уровня экспрессии, свое ноу-хау, они назвали это TAP. Но в целом можно сказать, что этот метод оценки экспрессии ПДЛ похож на экспрессию Combined Score, когда использовался подсчет экспрессии на иммунокомпетентных на опухолевых клетках вместе. Но и какое пороговое значение не выбирали, каких-либо внятных выводов сделать нельзя, что при таком-то уровне ПДЛ не надо назначать другого уровня, то и другом уровне надо назначать. Поэтому результаты, они такие смешанные. Но в целом, вот по частоте, например, эффектов большой разницы нет. По продолжительности эффекта, ну вроде иммунотерапии назначаем, а продолжительность эффекта не лучше, чем в группе только лишь химиотерапии. То есть единственное преимущество таким безапелляционным этого исследования, то, что токсичность была примерно одинакова в группе экспериментальной, в группе, где использовалась только химиотерапия без дровломаба. То есть дровломаб особо токсичность не добавлял к лечению. Да и в общем-то все. То есть, наверное, исследование позитивное, потому что когда мы видели при холонгии карциномы позитивное исследование, когда вот гемцитабин со сплотином появился и все. Но с другой стороны, результаты крайне скромные. И если в первой линии, например, пациенту не будет назначен дровломаб, это, с моей точки зрения, никаким преступлением не является. Продолжительность иммунотерапии у ответивших пациентов. Этот вопрос был передо мной поставлен организаторами сегодняшнего вебинара. Этот вопрос самый для меня сложный. Потому что, к сожалению, да, исследовались все эти препараты, до какой бы ни назначался, до брелевой опухоли, минимум два года. А в большинстве исследований эти препараты назначались до прогрессирования заболевания. Но если пациент отвечает на лечение, он может отвечать на лечение достаточно долго. И тут возникают риски токсичности, и тут возникают риски финансовой токсичности. Поэтому все стремятся создать какие-либо правила для ранней отмены иммунотерапии, для того, чтобы и качество жизни сохранить, и ресурсы для того, чтобы остальных пациентов полечить иммунотерапию, тоже оставить. К сожалению, почти все исследования в ходу, и ни одного такого исследования, которое бы позволило бы создать определенные единые правила для пациентов, которые ответили на иммунотерапию, еще не завершено. Минимум четыре исследования идет. Стоп-гэп исследования предусматривает, что пациент ответил, отменили. Если запрогрессировал, то возобновили иммунотерапию. Конечная точка общего выживаемости. Данте. Год лечения и рандомизация. Продолжение или остановка лечения. Даже если это будет только стабилизация заболеваний. ПЭТ. Стоп. То есть, пациенты, у которых есть ответ на ПЭТ, после одного года терапии тоже прекращалось лечение. Сейв-стоп-трайл. Тоже, если длительный частичный эффект или полный эффект, то также останавливается иммунотерапия. Результатов нет. Но гипсулярный рак, наверное, будет последней опухолью, где вот эти результаты стоп-н-го стратегии, то есть перерыва в лечении иммунотерапии, будут применимы. Потому что, если посмотреть, например, на первую линию терапии, что с комбинацией с тримилимумабом и друволумабом, что от ЭЗА-БЕФ, кривые Каплана-Майера, они, но не сказать, чтобы прям выходили на плату. Да, вот с тримилимумабом и друволумабом, там порядка 10% пациентов, может быть, чуть-чуть больше. У них как будто бы какая-то плата для времени без прогрессирования образовывалась. И для них, конечно, по истечению, скажем, двух лет терапии можно было бы обсуждать отмену лечения, потому что вроде как они после этого и не прогрессируют, эти пациенты. Но количество случаев слишком мало, чтобы делать такие однозначные выводы. А от ЭЗА-БЕФ, кривая Каплана-Майера для времени без прогрессирования, обратите внимание, спокойненько идет ближе к нулю с увеличением срока наблюдения. И что вы через 12 месяцев отмените иммунотерапию, что через 18 месяцев, все равно, скорее всего, этот пациент запрогрессирует на лечении. Вполне возможно, что он запрогрессирует не из-за того, что остановился иммунотерапия, а просто потому, что и на фоне иммунотерапии прогрессирование случилось бы в этих же самых сроках. Но осадок останется, и я бы не отменял бы эту терапию при гепцеллерном раке. Тем не менее, есть и позитивные нотки в отношении опции отмен терапии. Я думаю, что скоро мы будем ими пользоваться. Например, вот к приколу ректайном раке в этом году на АСКЖА опубликовали очень хорошее исследование второй фазы. Это не пиколь. Там неволумаб с эпилемумабом использовали один год, а потом прекращали. Даже у пациентов, у которых была только стабилизация заболевания. И они получили, что пациенты, даже несмотря на отмену, остаются без прогрессирования заболеваний. Продолжительность жизни у них очень хорошая, медиана не достигнута. То есть при трехлетнем наблюдении 70% пациентов не имеют прогрессирования заболевания, несмотря на то, что иммунотерапия им давным-давно уже отменена. И оказалось, что даже при частичном эффекту практически никто не прогрессирует на фоне отмены иммунотерапии. За весь период наблюдения у них запрогрессировало 4 человека. За весь период наблюдения. Из 57, кому было суждено участвовать в этом исследовании. И двое из этих четырех, им была спокойно возобновлена терапия неволумабом, был ретритмент, который привел к эффекту. Еще в одном случае ретритмент с иммунотерапией не привел к эффекту, пациент умер. И еще в одном случае, возможности не было сделать ретритмент, потому что неволумаб пациент не переносил по причине иммунотерапевтических осложнений. И отменен он был по причине осложнений, этот неволумаб. И этот пациент тоже погиб. То есть результаты ретритмента тоже достаточно оптимистичны. К сожалению, отличие этого исследования от, например, почему мы не можем его экстраполировать на ГЦР, это потому что это MSI High Coloric Tine Rack. И в оригинальном исследовании с Нивой ИПИ кривая Каплана-Майера выходила на плату. А если она выходит на плату, то можно проводить такие эксперименты с отменой препарата. Они будут давать свои плоды. А когда кривая Каплана-Майера на плату выходит, когда только 10% пациентов остались без прогрессирования заболевания, то, наверное, эта опция при данном заболевании будет изучаться в последнюю очередь. Так что выводы из моего доклада таковы, что внедрение нового режима комбинированной иммунотерапии ГЦР является клинически важным. Есть группа пациентов, кому бы мы эту комбинацию назначили и считали бы ее приоритетной. Выбор терапии первой линии гепсулярным раком индивидуален, в первую очередь основан на рисках ожидаемых осложнений на фоне лечения. Абсолютно спекулятивный вывод, но куда деваться, коль скоро критерии включения в исследование такие узкие. Добавление дуроволмаба к химотерапии при ГЦР, при холангиоцеллярном раке надо считать клинически важными. Просто потому, что нет других исследований, позитивных исследований, полно негативных исследований. Длительность иммунотерапии у ответивших пациентов до сих пор не определена. В случае отмен терапии, если уж таковая случилась по причинам токсичности или причинам организационным, может быть рассмотрена и даже, наверное, должна быть приоритетной в случае возникновения прогрессирования заболевания. Благодарю за внимание. Владимир Иванович. И лечение, сначала мы все немножко опасались его побочные явления, что будет дальше, а как с пациентами. Выяснили потом, что бороться можно с побочными явлениями. Но до сих пор зачастую остается трудным выбор действительно из множества уже сложившихся комбинаций, что же выбрать, что будет лучше для конкретного пациента. И нам же в практике приходится соблюдать некий баланс между желанием сделать как можно лучше и возможностью что-либо сделать для каждого пациента. Ваше сообщение очень помогает расставить как раз нужные акценты, помогает врачу мыслить и понять, в какую же сторону нужно двигаться. В целом, с огромным удовольствием послушал вас и я считаю, что мероприятие обязательно принесло свои плоды. И, например, я в своей работе кое-какие правки уже себе сделал, что называется, в голове. Буду обращать внимание. Конечно, пациенты эти, они не составляют огромное большинство. Нет, этих пациентов относительно немного, но каждый из них представляет определенную проблему. Так что еще раз благодарю вас, благодарю Полину Сергеевну за участие в этом вебинаре, благодарю организаторов РУСКО за то, что позволили нам провести это мероприятие. Большое спасибо. Еще раз говорю, приятно было увидеться хотя бы на экране. И с надеждой, что увидимся вживую. Спасибо, Владимир Иванович. Всего вам доброго.